Девчонки, всем привет! Девчонки и мальчишки, всем привет! Добро пожаловать на канал! Ну что, я вам показала в Телеграм, кто подписан на меня, какие-то платьицы примеряла. Такое классное вообще, такое мягкое. Самое главное, такое все валанчатое. Мне прям очень понравилось. Хочу теперь такое заказать, только другой расцветки. Вот, ну не знаю, посмотрим. Я сегодня с ночи, не суток, поэтому настроение бодренькое. Вот, сейчас покажу, что мы по городу мотались, что купили. Давайте посмотрим. Я вам показывала, уже убрались мы на балконе. Купила сегодня такой вот коврик. Ну, он такой резиновый, вот как обычно для ванной. Ну, он, видите, какой у него рисунок, как будто вязанный коврик. Я изначально подумала, что это вообще вязанный. Вот, коврик такой купила. Тот ковролин кусочек я отсюда убрала. В гараж поехал, может, там меня не на порог кинем. А этот коврик сюда пойдет. Ну и рулонные шторы. Рулонные шторы. Две штуки на торцевые окна. Это и вот это, чтобы закрыться от соседей. Не особо хочется, чтобы все заглядывали. Вот. Но они... Тут окна у нас нестандартные. Какие-то 87 сантиметров. Ни туда, ни сюда. Сжали же эти у нас шторы по размеру 90 на 175. Ну, длина-то ладно. А здесь у нас немножечко нужно будет срезать. Эти шторы предназначены для срезки. Можно будет их обрезать. Ну, вообще, конечно, померяем. Померяем. Ваня приделает. И посмотрим, что у нас получится. Вот. А по поводу, что сделать вот здесь, вот на эти четыре окна, я так думаю, надо тюль сюда. Но, опять-таки, у меня есть 3-метровая тюль, но у нас сюда будет узковатая. Надо сюда что-то побольше, чтобы как-то хоть немножко было валанами, либо что. А то в натяжку тоже тюль будет некрасиво. Так что вот так вот. Включила себе здесь вентилятор. Ой, так хорошо дует. Вообще классно. Он у нас на 50 ватт по мощности. В гараже там на 40, а этот на 50. Помощнее. Сейчас на второй скорости дует. Но достаточно хорошо. Так что сейчас немножко остыну. Так, еще заехали сейчас. Копеечку взяла. 2 килограмма теста дрожжевого. Хочу, Ваня пирожков просит. С яйцом, да с луком. В общем-то, я уже как собрала тесто, там вообще классно. Мне понравилось. Так, еще взяла капусту. Часть пирожков будет у нас с капустой, часть пирожков будет с яйцом и с луком. В светофоре были взяла вот такие вот воздушный рис. Прикольный такой, вкусненький. 46 рублей. Тут 5 пачечек. Ну, как бы недорого. 2 штуки взяла. Одну мушку съели в машине. Вот. Морские камушки взяла в светофоре. Я тоже обожаю морские камушки. Прям воспоминания. Ностальгия детства какая-то прям, знаете, вкусная. Так. Вот такой вот увидела в светофоре пантенол. Аэрозольный крем. Сейчас впереди лето. Тут и от ожогов, в общем-то. Ну, он классный, тут пантенол, лечебный такой крем. А этот еще аэрозольный. То есть, срок годности у него нормальный. Поэтому взяла лето все впереди. Может, где-то сама обгорю, сгорю. Буду брызгаться им. Так. И что еще? Ну, и как обычно в светофоре два рулона пакетов мусорных. Всегда, как бывает, в светофоре обязательно возьму. Поэтому сейчас еще и в гараж рулон унесли. В общем-то, как говорится, пакеты мусорные всегда нужны. Так что вот так вот помотались. Время у нас уже 11 часов. Мы только до дома доехали. Пока туда-сюда мотались. Очень долго искали рулонные шторы. Очень долго. Размеры все не подходят нам. Никак не получается. Тут слишком здоровые. Ну, больше зачастую слишком короткие, узкие. То есть, вот, долго мотались по нескольким магазинам, пока нашли. Нашли в домострой. Везде как-то все в остатках. В остатках все эти рулонные шторы, все на остатках. В общем-то, домострой вот нашли. Именно вот. Хотели потемнее, конечно, цветом, но потемнее. Не было размера. Одна была шторена, была нашего размера, но она всего одна. Поэтому, да, говорю, пускай будут белые. Главное, чтобы вот прямых солнечных лучей не будет на морозилку. Да и от соседей закрыться, чтобы, ну, как-то привыкли, что с той стороны всегда у нас закрыто, эта золотинка висела. Поэтому не хочется уже, чтобы нас смотрели лишний раз. Платьишко. Ой. Видите, оно не в пол, оно чуть-чуть выше, чем щиколотка. Выше щиколотки платье. Не знаю, такое просторное, свободное. Может быть, можно было бы на размер поменьше. Но я прям захотела, чтобы такое. Даже на меня, чтобы было оверсайз. Ну, то есть, вот такое прям, как я же в детстве любила, кружится, кружится. Не знаю, девочки и мальчики. Мне нравится. Давно мне не было таких платьев, вот, таких легких. Вот даже, говорю, выйти мне на тот же Валберес, у меня ничего нет. Приходится одевать что-то. Какие-то бриджи, либо шорты. Там какую-то рубашку, футболку, чтобы на себя пялить. А так вот раз, накинул платьишко и пошел тут вот рядышком на зону Валберес. Или тот же магазин выскочил. Слушайте, пойдем, красавица. А я так же самое могу и на работу в нем ездить, наверное. Почему нет? Да, девочки? Как вы думаете? Здесь такие прям пуговички. Видно вам, быть, нет? Прям они такие, видите, переливаются. Блестящие такие. Здесь вот в верхней части пуговички. И здесь пошли три или два. Два Валана. Нижний длинный, средний покороче Валан. Вот. Белочка, иди сюда. Кстати, многие спрашивали, куда же мы девали свою кулему, когда ездили в Казахстан. У нас, по сути, не было три ночи. Белочку оставляли дома одну. Конечно, сейчас, возможно, посыпятся камни в мой огород. Да как так? Да что же вы делаете? Ну, куда девать-то, девочки? Ну, некуда. Мы насыпали достаточно корма. Насставили несколько емкостей с водой. Балкон ей, дверь оставили, чтобы она на прогулку выходила. Подперли дверь, чтобы она всегда любит на балконе гулять. Да, в окошко смотреть. Там где-то, в комнате тоже окошко, шторку подняли, чтобы она там сидела. В общем-то, горшок, два горшка и насыпали наполнителя. Ну, как бы, приехали, и все хорошо, все без проблем. Белочка, ну, конечно, соскучилась, но что делать? Через границу ее не попрешь, то нам нужны документы. У нас не было на это времени. Ну, и на три дня ехать. Три ночи нас не было, три ночи. Какой три? Две. Пятницы у нас не было. И субботу. Две ночи нас не было, я сейчас вам наговорю. В воскресенье мы уже приехали домой. Все, две ночи нас не было. Ну, две ночи кошку куда-то пристраивать, ну, смысла нет. Тем более, она у меня раз на сухом корме, 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 как правильно. Сухой корм я ей покупаю. Поэтому она без проблем, что, вот, знаете, можно ее оставить, что она не останется голодной. Раньше, когда она у нас ела супчики, там, ну, такую пищу со стола, с этим было сложнее, с этим было проблемнее. Мы когда уезжали года два на озеро, года два назад, и мы ее, получается, оставляли, я там ей накладывала тоже супчик, там, первое, второе, там, чуть ли не третье, компот, ну, там, несколько чашечек выставляла, и там, и колбаски, и сосиски. Мы приезжали, зачастую это все жара, она плохо ест, и зачастую это все киснет, прямо аж бульками эти супы в этих чашках. А сейчас очень удобно, сухой корм насыпал, ей, когда надо, она подойдет покушает, не надо оно ни киснет, ни портится, я считаю, что это хорошо. Так что оно у нас замечательно, оставалось дома за старшую, за хозяйку, все прошло хорошо. У нас сегодня крутят тучи, ветер, в городе немножко дождь был, прям лужица стоит на асфальте, у нас здесь не было. Может, сейчас придет. Ну, ладно, не знаю, девочки. Я прям даже не хочу его снимать, оно мне очень уж, очень уж нравится. Не знаю, правда нравится. Кому как, мне очень нравится. И длина. Короткое платье я не одену, ну, не позволяет формы, да, так скажем. А вот это, оно и не в пол, но и прям, не знаю, свободненькое, дышащее, легенькое. В общем, мне нравится. Пишите, что вы думаете. Так, ладно, немножко позже увидимся. Пойду хоть немножко умоюсь, а то же с работы-то. Да, сейчас это баня приедет, он повез соседа с другого подъезда в город. Так, со мной поехал. Сейчас приедем, что-нибудь перекусим. Да, буду пирожки стряпать. Ну, тогда с вами немножко позже. И увидимся. Так, ну что, первая партия пирожков готова. Начинка у меня еще осталась. Десять яиц сварила, чуть, наверное, размахнулась. Сюда ушел килограмм теста у меня. Ну, я что-то как-то первые пирожки такие здоровые начала стряпать. А тут уже в конце вот такие надо было лепить. Небольшие. А я чуть-чуть как размахнулась тут. Вот. Сейчас еще у меня есть один килограмм теста. Я два же брала. Дали плиту, начинку и с капустой. Капуста немножко у меня подгорела. Я, может, ложечка буду отгребать вот эти вот черненькие, подгоревшие кусочки. В капусту добавила домашний кетчуп и соль. Больше ничего не добавляла. Поставила ее немножко, чтобы подстынет и буду стряпать. Включила себе здесь вентилятор свой маленький. Так. Буду ставить сковородку пока. Сейчас накалиться. Не буду жарить пирожки. Ваня спросила, он говорит. Ну, спросила, в духовке тебе или на сковородке. Он говорит, я бы на сковородке поел. Ну, ладно. Так что буду сейчас жарить. Так, ну что, второй шарик буду скрывать с тестом. Вот, знаешь, что я не люблю в магазинах теста? Выколупывать из вот этого пакетика. Прям не нравится мне вычищать его. Потому что свое тесто зачастую в пакеты не закладываешь. Так, это один пакет брать пока. Так, замесил в чашке, в тазике там, и сразу используешь. А тут пакетики прям мне не нравятся его заколупывать. Пока у меня масло греется. Я сейчас начну с этим тестом воевать. Ну, не воевать. Это я уж так. Перерабатывать его. Стряпать пирожки. Так, ну что, я каблоску отдельно катать не буду. Так прям кусочком буду отрезать. Постараюсь уже поменьше тесто брать. Потом вот такие вот шарики скатаю. И в муке обваляю, потом раскатаю. Уже сто лет ничего не пекла. Раньше прям часто, так что-нибудь допекла. А сейчас все некогда, да некогда. Все никак. Ну да, уже раньше никогда я не покупала тесто. Это уже второй раз покупаю. Ну, что-то прям. Раньше всегда сама заводила тесто. А сейчас что-то прям не хочется возиться с этим тестом. Хочется купить его готовое. И все. Я оно, кстати, беру в копеечки тесто. Очень хорошее. Мне нравится. С яйцом надо мне долепить. Чтоб фаршик не оставался. Я прям по многу кладу начинки. По комнатной ложке с горой. Пирожочек. Теперь и меня видно. Не только мои руки. Газ убавила, потому что пирожки прожаривались. А то сейчас снаружи пропекутся. А внутри будут пустые, эти сырые пустые, говорили. Так у нас дождя не было. Что-то крутит, крутит. Пасмурное только солнце. А дождя так и нет. Кого-то заливает, а у нас засуха стоит. Сегодня доели окрошку. Как-то недавно делала окрошку. Позавчера, по-моему, сегодня доели наконец-то. Не знаю сейчас, что варить. Какая жара. Ничего такого, чего-нибудь хочется. Легкого, свеженького. Холодненького. А щавель через недельку, наверное, можно будет первый срывать. Борщ варить. Только с огородом справились с травой. Опять трава стала. Да ё-моё. Сейчас на тропинках встала. Надо этим тяпкой просто пройтись, протяпать. Потому что она небольшая, но она прям глаз мозолит. Протяпать её надо. Вот так вот. Так, ну что, наверное, надо переворачивать пироги. Сейчас посмотрим. Так, ну что, вилочки. Ну вот, пожарились. Взяла такой разнос большой в табак. Сложила слалфетки сюда, бумажные. Полотенце, точнее, буду сюда выкладывать. Вот такие пирожища получились. Я говорю, первый, что-то у меня какие-то размахнулось. Смотрите, прям с головы. Вот такой. Уезжаются пирожки. Всё, достряпала пирожки. И получается 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 пирожков с капустой. А остальные все с яйцом, с луком. Пока я тут долепливала, Ваня пробежала, ему помог немножко пожарить. Вот, Ваня попробовала. Два штуки с йогурт вкусные. Я не пользовала. Только поела, крошки ещё пока не хочу. С капустой с яйцом много, поэтому они сюда бойдут. Вот, с капустой с яйцом. Господи, с луком с яйцом. А с капустой, наверное, возьму тарелок, шпырил. Вот такой у меня ещё небольшой есть. Табак. Расстелили волонную штору. Она у нас 90 сантиметров, а нам надо 87. Сейчас, ой, сейчас будем срезать. Нерято срезать. Все, гору пирогов напекла. Решила сложить в один разнос. С этой стороны ко мне, прежде с капустой, а вот это вот с яйцом. Все, нам на неделю хватит. 87 же ты померял. 87 тоже. Жили на штубрах. А здесь тут. Да, кому я так вообще켜рую. А здесьilerн находится. Да. Кто-官.'" Н Franco-пирая. Мы можем заправить. Кстати, Это relacion! все такая у нас красота получилась одна сторона вторая сторона давать часа на потратили на это все измеряли перемиряли отрезали заново вешали короче намучились но зато это того стоит теперь классно красиво теперь не видно нам и нам не им нас я все поверхности протерла заново и полочек тоже постелила такой плачу к пока здесь все вот так вот что хотим тюль но не знаю когда и каким образом еще не додумали потолку картину не приделаешь потому что он пластике неизвестно где там палки и что там куда крепить картину в общем не знаю как еще не прицепить где-то траву косят жужжат двумя этими называют что вы спите дрели в голове крутится ну в общем вы поняли чем траву косят все из последних сил буду заканчивать на этом свое видео сегодняшнее всем спасибо за внимание пока пока до новых встреч